хорошо теперь закрепи веревку она должна выдержать вес свиньи все делаешь да вот кинцо гляжу хороший плохой злой классика вестерна между прочим чей тут вдруг да я это проникаюсь духом дикого запада перед релизом rdr 2 понятно все с тобой но может лучше про игру поговорим а с удовольствием попутно народу расскажем какие слухи и факты в сети вертятся с момента выхода первого red dead redemption второй части серии red dead прошло уже восемь лет как-никак и вот таки рок-стар подготовили к релизу вторую часть которая будет носить название red dead redemption 2 и по сути являться приквелом к предыдущей игре анонсирована она была 16 октября еще 2017 года и изначально на семнадцатый год и планировалось однако зная рок-стар перенос релиза не стал чем-то удивительным слава богу настал наконец-таки тот момент когда игра должна выйти октябрь 2018 и мы перед столь громким релизом решили по своему обыкновению собрать информацию что есть об игре в сети и рассказать вам нашим горячо любимым подписчикам ты и сами глядишь узнаем что-нибудь новенькое скажите вот хоть кто-нибудь верит в то что рок-звезды могут облажаться и выпустить какой-нибудь недоношенный перехваленный шлак да не в жизнь все мы ждем чего-то невероятного что заставит нас играть разину в рот на протяжении всей игры знаете потому что мы сейчас расскажем похоже что так и есть в очередной раз рок-стар творят что-то невообразимое немного уменьшив масштаб открытого мира разрабам удалось добиться невиданного ранее реализма и детализации все трейлеры геймплейные ролики видео наших коллег что благодаря своему статусу уже успели поиграть в игру на различных закрытых презентациях говорят о том что установлен новый рубеж новая планка в игровом производстве которое остальным студиям нужно подтягиваться сюжетно игра будет приквелом к rdr как мы уже сказали и развернет действие в 1899 году наш гг будет скрываться от правосудия после не совсем удачного ограбления банка и в общем то все у нас как всегда без сюжетных спойлеров да и спойлерить то особо нечего если честно сами ничего не знаем зато кое-что знаем об игровых механиках и открытом мире и так по мелочи первое что хочется выделить что бросается прям в глаза графон природа города поселение все выглядит фантастически завораживающие виды не раз и не два будут открываться вашему взору да скажите вы сейчас бы вот 2018 году на графон еще внимание обращать то если все выглядит реально круто почему бы не отметить тем более что даже у 3 пол и проектов частенько не выходит как следует реализовать графические задумки у вас у вашего гг будет своя банда будет взаимодействие между собой и членов тоже выполнено довольно интересно если ваша шайка лейка сытая последний налет увенчался успехом дела идут в гору вина и баб в достатке то и настроение у вашей братья будет такой приподнятая песни пляски какая-то заводная движуха не будет смолкать до утра если же все в точности да наоборот ни бабок ни жратвы ничего хорошего ждать от этого точно не следует оружие которым вы владеете не будет ломаться так как мы к этому привыкли ну то есть просто как это обычно бывает есть какая-то шкала прочности ну и по мере того как вы пользуетесь ружбайкой она как бы уменьшается и в итоге оружие или пропадает или перестает фурычить так вот в rdr2 все совсем не так или не совсем так ну в общем как минимум вам нужно будет чистить свое оружие чтобы она не заклинила в неподходящий момент еще интересность в угоду реализму была добавлена необычная фича оружие после каждого выстрела надо будет взводить конечно ритм перестрелок немного спадет из-за этого но зрелищности точно не убавится как нам кажется возможно даже наоборот также пушки можно будет кастомизировать ну в пределах разумного все опять же в угоду реализма и аутентичности персонажи общаются между собой передают какие-то новости даже запоминают твое поведение если будешь вести себя как быдло крушить салуны разбивать чьи-то головы случайно оказавшиеся в руках бутылки народ это запомнит и будет потом так или иначе реагировать на это например вы решили поохотиться поохотились взвалили тушку зверя на лошадку и поскакали в поселение там продали мясо и пошли такие довольные жизнью в тот же самый пресловутый салу но не заметили что на вашей лошадке остались пятна крови от трупа животного ну вы-то не заметили а вот честной люд заметил и может с подозрением поинтересоваться откуда это мол дровишки а глядишь вами шериф может заинтересоваться подозревая что кровь то человеческая и подобных продуманных до мельчайших деталей штук даже потому что можно увидеть в инете услышать от наших коллег обзорщиков в игре будет предостаточно уже не получится так легко и просто как скажем в гта 5 ограбить какой-нибудь магазинчик можно из-за пары баксов встрять так таких себе приключений нажить на мягкое место что сам не рад будешь что ввязался интересно в этот раз обыграли охоту да она была и в первой части и что-то отдаленное было и в гта но здесь этим реально интересно заниматься возможно лишний реализм понравится не всем ведь убивать зверушек это все-таки как-то жалко в отличие от человеческих нпс но за саму реализацию сего действо стоит в очередной раз отдать рок-старом должное убили скажем вы живность лося какого-нибудь или оленя после чего вам нужно доставить его в город тащите его руками на лошадь взгромоздив везете в поселение причем на конягу влезает только одна туша и если вы решили содрать с него в смысле соленья кожу прямо на месте что тоже выполняется со своей анимацией то повезете на лошади вы труп без кожи который будет кровоточить испачкает вам там все и портится будет быстрее к тому же прибыв в город вам нужно кому-то задвинуть мясо шкуру рога возможно причем если мясо испортилось то считай все зря ведь дай бог пару монеток получите в общем целая и интереснейшая игровая механика получилась а ведь вам потом и отмыться от всего этого нужно будет тем более если везли тушу без кожи так что вот так как-то да и лошадку тоже помыть не помешает вообще коняга будет вашим верным другом на протяжении всей игры вам нужно будет кормить мы дрессировать его ну или ее и конечно же беречь в бою ведь в случае чего придется приручать живность по новой но самый важный факт та самая мелкая но очень важная для геймдева штука размеры кокушек вашей коняги в зависимости от погоды будут меняться что вот и живите теперь с этим себя ну не себя но вы поняли в общем можно слегка кастомизировать ну типа сменить прическу бороду но в отличие от той же gta не выйдет сделать так что вот вы только что побрились вам не понравилось и вы зафигачили обратно себе бороду как у папа тут нужно будет дождаться пока волосы отрастут и только потом идти к бродобрею интересно обыграно замедление времени ну вы врубаете макс пенчину отмечаете несколько врагов и бац гг красиво после этого их убивает если накопленная энергия конечно и до успех gta онлайн не заставил долго ждать анонса rdr онлайн который в общем как вы знаете уже анонсирован ох ну на самом деле тяжело охватить все мелочи все нововведения всякие плюшки в одном единственном ролике тем более что по большому счету приходится опираться на инфу из инета но основные моменты вроде рассказали наверняка забыв упомянуть кучу всего важного сейчас об этом напишут наверное в комментариях да у типа системы репутации моральных выборов и так далее ведь как мы уже сказали rockstar задает новую планку для игр в открытом мире и в ближайшее время остальным студиям придется хорошечно так напрячься пока удручает только одно сами догадаетесь отсутствие релиза на пк ну елки-палки ну вы чё в самом деле хотя есть мнение что звезды хотят повторить судьбу gta 5 продав игру трижды каждый раз новым ажиотажем песнями и плясками сейчас на текущих консолях через годик на новом поколении через полгодика там и на пк ну по крайней мере мы очень на это рассчитываем эх не терпится уже кнутся в этот суровый мир дикого запада осади коней ковбой все равно ждать релиза на пк придется вот чё ты а да ладно ладно самому ведь мне ждать не меньше а на сегодня все всем спасибо за просмотр и не забывайте подписываться ставить лайки и так далее ну вы в курсе и как всегда до новых встреч новых видео и и Субтитры создавал DimaTorzok